Равана обманут Однажды Шри Чайтаня Махабрабу был в гостях у преданного Неофита, принадлежавшего к школе Рамануджи, который был поражен, услышав о похищении Раваной Ситы Деви. В это время преданный предлагал Господу какую-то пищу, но сам соблюдал пост и непрестанно стенал и причитал. Махабрабу спросил, — Почему ты ничего не ешь? На что тот ответил, — Я хочу умереть. Я услышал, что моя возлюбленная мать Жанаки Сита Деви была похищена демоном. Если я вынужден слышать об этом, если это должно было коснуться моего слуха, то я хочу умереть. Я не хочу больше жить. Тогда Махабрабу начал успокаивать его. — Нет, нет, не думай так. Сита Деви — это сама Лакшми Деви. Она — чинмая, олицетворенное сознание, не обладающее телом, состоящим из материальных элементов. Тело Ситы Деви сотворено не из плоти и крови, и поэтому что говорить о насильственном похищении ее? Равана даже не смог прикоснуться к ней. Он даже не может увидеть ее. Облик Ситы Деви состоит из такой субстанции, что Равана не может ни увидеть ее, ни прикоснуться к ней. Это истина. Не беспокой свой ум. Я говорю тебе, это истина. Поэтому прими просадом. Затем этот преданный принял просадом. После этого Махабрабу отправился дальше на юг, и в одном селении он обнаружил, что местные преданные читали Курмапурану, в которые речь шла о том, что, когда Равана пришел, чтобы похитить Ситу, она скрылась, войдя в огонь, а бог огня Агни дал Раване лишь подобие Ситы, и Равана забрал эту, майя-ситу. Затем, убив Равану и одержав полную победу, прежде чем забрать Ситу с Ланки, Рамачандра сказал, чтобы доказать свою непорочность, она должна войти в горящий огонь, и если она сможет успешно пройти это испытание, я приму ее. Целый год она жила в демонической семье, я не могу без испытания поверить в ее чистоту. И тогда многие преданные заплакали. Но по приказу Рамачандры был подготовлен огонь, и Сита Деви должна была в него войти. Когда же огонь погас, Сита Деви, улыбаясь, вышла из него, и преданные начали громко кричать, «Джая! Сита Деви! Ки Джая!» Все это было описано в Курмапуране, и Махапрабу попросил чтеца, «Пожалуйста, дай мне эту страницу оригинальной рукописи, и вместо нее вложи переписанную копию». Я встретил Брахмана, который очень сильно страдает при мысли о том, что Сита Деви была на самом деле похищена Раваной. Я хочу показать ему эту страницу из древней книги, дабы убедить его, что я не просто успокаивал его, но в шастрах написано, что Равана не мог даже прикоснуться к настоящей Сите Деви, ибо она является олицетворенным сознанием, ни материей, ни тем более плотью, кровью, костями или чем бы то ни было в этом роде.